Всем привет! Меня зовут Аня, я из Минска, и сегодня я вам расскажу, наверное, уже то, что здесь на YouTube 150 тысяч раз рассказывали. Это про три сумки в роддом. Я рассказываю просто список очень подробный, я его прикреплю здесь в описании. Если вам понадобится, просто скопируйте, можете в заметке ставить галочки, то, что вам нужно. Поэтому, исходя из своего опыта, я хочу с вами быстренько поделиться тем, что обязательно нужно взять и что желательно иметь на всякий случай. И, кстати говоря, девочки, сейчас такие тяжелые времена, а сейчас пандемия, к сожалению, бушует в мире. Подменили партнерские роды, и я вам желаю крепиться, я знаю, что вы все сильные, у вас все получится, и вы все равно окажетесь потом дома. Вас будет окружать близкие, любовь и, в общем, и ваше маленькое чудо, которое появится на этот свет. Итак, формируем три сумки. Желательно сумки берите такие прозрачные, да, специально для этого покупаются, потому что в них удобнее искать свои вещи, не надо заморачиваться, там, ковыряться в этих пакетах. Просто вот сразу все на виду, и вы видите, где что достать. Первая сумка, мы ее собираем непосредственно на сами роды. Больше вам ничего не дадут с собой взять, да, в палату, которая предродовая, где вы будете с мужем или одни, неважно, вам вот эта вот первая сумка, она должна быть небольшой желательно. Итак, что главное, не забыть с собой. Естественно, это документы. Первое, что вам понадобится, это ваш паспорт, обменная карта. Также, если у вас какие-то дополнительные обследования, ну, тоже нужно взять с собой. Если это видео понадобится тем, когда уже пандемия, слава тебе, господи, пройдет и, наконец-то, возобновят партнерские роды, то вашему мужу тоже понадобится паспорт, справка свежая, где-то она действительно, запомните, одну-две недели. Я говорю в зависимости по Беларуси, ну, если вдруг смотрит кто из России, как бы имейте в виду, справка должна быть свежая. Либо вам на заметку, можно попросить врача поставить бессрочную справку, договориться, и дату тогда сами подпишите снизу. Ну, потому что все равно они, честно говоря, не занимаются особо обследованием вашего мужа перед тем, как дать ему эту справку. И что еще надо помнить обязательно, это мужу нужна флюорография. И, естественно, если вы проходили курсы, без которых вам в любом случае не допустят к партнерским родам, то нужен сертификат о прохождении этих самых курсов. Так вот, поехали. В первой сумке у нас обязательно моющиеся тапочки, потому что, ну, чтобы и в душу вы могли сходить в том числе, и потом спокойно их высушить. Халат, сорочка, носки, потому что ноги ваши могут замерзнуть, особенно когда схватки идут. Не забывайте о трусике, но можете купить одноразовые, чтобы потом не заморачиваться, стиркой и просто вот спокойно их выбросить. Компрессионные чулки. Ну, естественно, это особенно нужно тем, у кого проблемы с венами на ногах. А даже если не склонны к варикозам, иногда бывает столь сильное напряжение, что даже у девочек, так сказать, подготовленных, начинаются проблемы. Поэтому все-таки врачи рекомендуют по возможности их одеть. Я, скажу честно, не успела их одеть, когда уже у меня начались схватки, уже просто невозможно было их натянуть на себя. Поэтому, и, кстати, такой лайфхайд, натерите их на себя заранее, чуть-чуть хотя бы. Далее. Обязательно возьмите с собой такое среднее полотенце, чтобы просто вытирать там под как-то, ну, в душ опять же, если сможете сходить. Можете взять еще парочку одноразовых пеленок, вам, в принципе, в роддоме будут их выдавать. Но, если что, вдруг, пусть при себе будут лучше, потом они вам понадобятся, веса они не придадут. Бальзам для губ. Бальзам для губ нужен обязательно, потому что губы очень сохнут в этом сложном процессе. Поэтому, ну, желательно иметь, чтобы не потрескались губы. Возьмите питьевую воду, также из еды вы можете взять только, к сожалению, печенье или горькую шоколадку, да, потому что, как мы знаем, кушать нежелательно перед родами. Не буду объяснять здесь, почему, хорошо. Ну, или батончик мюсли можете какой-нибудь взять, вот, как альтернатива. Телефон, зарядка, резинка для волос. Ну, само собой, чтобы удобнее было вам. Я, честно, не одевала, потому что не люблю, когда стягивают головы, но лучше при себе иметь. Туалетная бумага. Опять же, в роддомах имеется туалетная бумага, но, поверьте, бывает всякое. Может, перед моим шум носом закончится, лучше пусть она у вас будет. Либо просто возьмите упаковочку сухих салфеток. Так, что нам еще понадобится? Влажные салфетки, маленькую упаковку пока что, да, если просто там руки протереть. Подгузники для ребенка 2-3 штуки буквально. Это в первую только сумку, остальное уже во вторую пойдет. После родовые прокладки. Они нужны, ну, вы их просто положите в одноразовые трусики. Оно все будет удобно впитываться, чтобы 500 пеленок не плодить вокруг себя. Поверьте, это гораздо удобней. И вы будете в них ходить и чувствовать себя более комфортно, чем с пеленкой под собой. Так, еще нам понадобятся пакеты для вещей. Просто, чтобы удобно все рассортировать. Чтобы на всякий случай были с собой, если вдруг, не дай бог, сумка порвется. Далее у нас вторая сумка. Это уже сумка, которая вам понадобится после родов для вас и вашего малыша. Хорошо? Поэтому начнем. По-быстрому, в общем, постараюсь. Нужны носки запасные, запасная сорочка и запасной халат. Ну, если испачкаются, тем лучше пусть будет. Обязательно еще возьмите с собой белье, трусики, бюстгальтер для кормления, либо просто хэбэ какой-нибудь бюстгальтер. Я не советую покупать бюстгальтер для кормления до того, как у вас не набухнет грудь во время лактации, потому что увеличивается она у всех очень по-разному. У кого-то глобально, а у кого-то буквально на один размер, и сложно будет угадать. И мне не зашли сейчас на бюстгальтеры для кормления. Мне гораздо удобнее и комфортнее были хэбэ бюстгальтеры, которые на мне хорошо сидят. И их не надо так конкретно под размер покупать. Я купила себе буквально на один размер больше, и в принципе мне хватило. Ну, тут уже вам решать. Я бы лучше для кормления покупала уже непосредственно после роддома. Не забудьте с собой принадлежности для еды. Это кружка, вилка и ложка. Далее. Полотенце банное и полотенце для рук, чтобы лицо и руки быстренько вытирать. Впитывающие прокладки и вкладыши для груди, чтобы не намокал ваш лифчик. Потому что, когда пойдет молоко, немножко может стекать оно. Фирма не принципиальна. Многие филипсовен берут, но можно и подешевле взять. Крем от растяжек, особенно тем, кто склонен к ним. Есть специально еще для груди. Лучше имейте при себе в любом случае. Давайте так. Косметичка, все, что касается средств гигиены, я видео перечислять не буду. Я укажу это в описании. Вы это просто себе скопируете, чтобы не забыть с собой все взять. Потому что это всякие шампуни, бальзамы и так далее и тому подобное. Поэтому полчаса займет. Давайте дальше лучше основное продолжим, что действительно необходимо и важно. Вот. Глицериновые свечи, пожалуйста, не забудьте. Они нужны для того, чтобы потом, после родов, вы спокойно сходили в туалет по-большому. Но, поверьте, даже если у вас нет никаких проблем, просто вот морально тяжело бывает. Поэтому лучше их иметь при себе. Они вас расслабят, и вы сможете сходить в туалет. Но учтите, как только вы приняли эту глицериновую свечку, подождите какое-то время. Не бегите в туалет сразу. Тогда она действительно даст тот эффект, который нужен. Так что глицериновые свечи имейте при себе. Бипонтенна мазь. Это увлажняющая медицинская мазь. Она чуть лучше даже. Кремы восстанавливает. Естественно, питьевая вода. Горький шоколад печенья. Ну, на всякий случай, если там захотите что-то пожевать. Или батончики какие-то, опять же, мюсли. Техника. Берите, что вам надо. Телефон, зарядка. Если хотите планшет или ноутбук. Но, скажу честно, не факт, что они вам понадобятся. Ну, вернее, потому что у вас просто на это время не будет и сил. Максимум, что у вас силы будет телефон и поспать. Ну, если вы супермен какой-то, может, у вас и будут силы что-то делать за ноутбуком. Ну, не советую с собой тащить. Может, вы там всего три дня пробудите. И потом уже уедете оттуда. Так, запасной брус-галтер. Ну, если испачкается предыдущий. И советую еще иметь на всякий случай при себе силиконовые накладки на грудь. Они могут в первое время уберечь от трещин. Ну, на соски одеваются. К сожалению, у меня их с собой не было. И пришлось срочно звонить, покупать. Потому что приход молока случился. Грудь набухла. Все болит. В общем, не очень приятное это состояние. Поверьте, особенно, когда оно начинается. И лучше, чтобы они у вас были под рукой. Если ребенку, например, тяжело. Или маловесные детки. Им бывает просто тяжело, например. Да? Добывать себе молоко. Так вот. То, что для мамы я закончила. Сейчас быстренько то, что для ребенка понадобится. ХВ или муслиновые пеленки. 7-10 штук. В роддоме будут выдавать пеленки. Но гораздо приятнее, когда вы имеете все-таки свои. Лучше возьмите 10 запасом. И муслиновые гораздо приятнее для кожи, чем даже ХВ пеленочки. Одноразовые пеленки для пеленального столика. Чтобы как спачкали, так и выкинули, забыли. Упаковка подгузников. 4 хлопковых комбинезона. Мы не знаем, какие у нас дети. Как они будут срыгивать. Или там форс-мажоры какие-то случаются. Поэтому лучше иметь в запасе 4. Ползунки 2 штуки. 2 пары носков. Пару шапочек. 2-3 распашонки. Боди 1-2 штучки. Тут уже вы сами решаете для себя. Царапки для рук. Потому что детки рождаются с ногтиками. И могут вас и себя неприятно поцарапать. И встречу еще навряд ли будете. Поэтому лучше иметь при себе пару царапок. Еще лучше, когда они есть на слипах комбинезонах для деток. Жидкое детское мыло и гель. Детские влажные салфетки для подтирания. Детский крем. Также присыпка или крем под подгузник. Уже сами решайте. Мне удобнее присыпка была. Полотенце не обязательно брать для ребенка. В принципе, можно его вытирать муслиновой перенкой. Очень удобно. И бутылочка. На всякий случай пусть будет одна у вас детская. Смотрите, пустышку лучше в роддоме ребенку не давать, пока не наладилась у вас лактация. То есть первые недели лучше не давать. Я, к сожалению, сделала эту ошибку. Но что было, то было. Но я вот вам говорю, что и консультанты по грудному скармливанию вам скажут, что пока не установилась лактация, лучше ребенку пустышку не давать. То есть хотя бы одну-две недели потерпите, потом уже дадите ему пустышку. Порошок бониоцин для пупочной ранки. И тоже для этого перекись трехпроцентная. Такую маленькую упаковочку купить. Ну вот, собственно, для малыша тоже мы закончили все. И третий пакет. Это мы уже подготавливаем сумку для выписки. Заранее это сделайте, потому что просить потом складывать вещи мужа так себе в арен. Мы наших мужей очень любим, но что касается женских вещей и вещей для детей, это для них как слетать на Луну и обратно. Поэтому не рискуйте, лучше сами соберите заранее. Скажите ему, вот она тут дорогой, и вот ее и возьми. Вот она красная, там неважно, синяя, еще какая. Мы их любим, но они многое забывают. Так, что в ней лучше иметь? Это пару штук подгузников, чтобы уже вы сложили вторую сумку, отдали там своим родным, бы забыли про нее, и у вас уже только легкие какие-то вещи остались. Пару штук, на всякий случай. Легкий хлопковый комбинезон, слипик или теплый комбинезон, как бы зависит от сезона, в который вы рожаете, и от погоды на лице. Поэтому, опять же, шапочка, либо тонкую берите, либо теплую для ребенка. И также конверт для выписки, такое одеялко, перевязанное лентой. Естественно, позаботьтесь заранее о покупке детской автолюльки, чтобы она уже ожидала в машине, или там муж ее с собой принес, чтобы удобно было перевозить ляречку вашу. И, конечно же, одежда для мамы. И смотрите, вот еще такой момент. Декоративную косметику можно положить либо в третью сумку, либо во вторую. Я предпочла декоративную косметику все-таки во вторую сумку положить, чтобы у меня уже... Я успела до приезда мужа подготовиться, как-то минимально привести себя в человеческий вид, сделать вид, как будто я слегка отдохнула, а не такая бледная зомба, в которую я превратилась. Так что, ну, смотрите уже, как хотите, кто как к косметике, например, относится. Понятно, что в самой палате навряд ли вы будете прихорашиваться, ну, только если для посетителей. Поэтому я декоративную косметику также брала с собой. И вот что, девочки, хочу добавить вам. Заранее, пожалуйста, купите молоко от SOS. Можно ручной. Особенно, ну, по себе скажу, у меня один был от батареек ужасный какой-то китайский. Я его выкинула. Потом я попросила мужа по рекомендациям, Филипп Салент, он меня вот так устроил. Это никакая не реклама, просто он очень комфортный, удобный. Лучше он пусть будет дома. Если вдруг он вам понадобится, просто вам муж его подвезёт. Если нет, то всё равно он вам потом дома понадобится обязательно, если вы захотите куда-то уйти в любом случае. И, дорогие мои, к сожалению, сейчас такое время, что все роддома Минска, я думаю, да и не только Минска, закрыли платные услуги почему-то. И все рожают по прописке. Поэтому, ой, я желаю вам всем сил, крепиться, потому что посещения сейчас тоже закрыты. 2020 год нам принёс какие-то странные апокалиптичные новости. Я надеюсь, это очень скоро закончится. И вы сможете с моим лучом спокойно, без масок на лице, обниматься и целоваться со своими родными. В общем, девочки, я желаю вам лёгких родов. Я оставлю здесь в описании вот этот список, чтобы вы могли его просто в заметке себе скопировать и по нему собираться. Я надеюсь, он вам поможет. Лёгких вам родов, прекрасных детей, любящих мужей, здоровья. В общем, всего вам прекрасного. И до новых встреч. Если вдруг у вас появятся вопросы, задавайте в комментариях. Я постараюсь по возможности на них ответить. Несмотря на то, что у меня такой маленький коробку ползает, бегает уже почти, что и мне мешает. Но по возможности буду вам отвечать. Поэтому, девочки, всего хорошего. Если есть вопросы, задавайте здесь. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...